Успокоительная от Минздрава реформа службы скорой помощи не отразится на ее скорости. Норматив в 20 минут для приезда врачей не отменят, и помощь будут оказывать всем, вне зависимости, есть на руках страховой полис или нет. Слухи о том, что все это могут отменить, поползли после того, как платить за услуги скорой начали не из бюджета, а за счет Федерального фонда обязательного страхования. Так что и тем, кого нашли без документов на улице, и роженицам без страхового полиса помочь обязаны. Но как скорой держать скорость, пока непонятно. С появлением видеокамер на улице медиков завалили штрафами. Причем в каждом случае водителю скорой нужно либо платить, либо собирать бумаги и доказывать, правда ли надо было спешить. Мой коллега Кирилл Брайнен искал ответ на вполне логичный вопрос. Что делать, если даже не 20-минутный норматив, а клятва Гиппократа обязывает спешить, а закон запрещает. Скорая помощь на то и скорая, чтобы приехать быстро. И часто бывает без всякого пафоса счет на минуты. Тут уже не до правил дорожного движения. Когда действительно стоит вопрос между жизнью и смертью, то, естественно, тут уже не смотришь ни на правила, ни на что угодно. Просто говоришь водителю, давай быстрее, бегом, бегом. А потом приходят штрафы и за скорость, и за выезд на полосу для общественного транспорта. В общем, все, что фиксирует камера. Ей ведь все равно, скорая или нет. Эта вот стопочка буквально пришла за две недели работы. То есть здесь порядка 15 отписок будем делать, прикладывать сюда, будем поднимать всю документацию. Потом весь пакет документов отправят в ГАИ, где уже примут решение. И так по всей стране. Вот путевой лист водителя прикрепляется. И выписка из истории болезни, что такой больной на самом деле был. То есть скорая должна доказать, что нарушала правила по необходимости. И тогда у медиков прибавляется работа, совсем не связанной со спасением жизни. Я считаю, что необходимо иметь базу данных служб экстренного реагирования. То есть это ГИБДД, это полиция, это МЧС, это пожарники и скорая медицинская помощь. Так, конечно, было бы проще, ведь штрафы и пожарным приходят. Вот только закон не позволяет, а законодатели против такого списка. О чём эта база говорит? О том, что трогать эту машину нельзя? А если она не на вызов ехала, а водитель спешил за сигаретами или ехал на обед? Почему он должен нарушать правила дорожного движения? Объясните мне. Он не должен, не имеет права этого делать. Поэтому никаких баз не должно быть совершенно. Все должны быть равны перед законом. В Европе, где камеры дорожной полиции используют уже давно, машины с мигалками тоже получают штрафы. Только там не нужно собирать доказательства. Достаточно подтверждения диспетчера по электронной почте. А подозревать медиков или пожарных в том, что они поедут за сигаретами, никому и в голову не приходит. Это должен быть, ну, просто какой-то исключительный случай. Пожарные у нас в статусе госслужащих. Они просто боятся потерять свою работу. А скорая помощь – это частные фирмы, и они сами не допустят таких работников. Нет. Поехать в магазин с мигалкой и превышая скорость – это невообразимо. В России не такое бывало. Скорые даже в качестве такси работали. Но это, конечно, исключение. И проверить нетрудно. Было бы желание. Эксперты говорят, за нескольких случаев вряд ли стоит наказывать всех. А базу номеров экстренных служб создать не проблема. В базу машин, которым не выписывают постановление, уже внесены, к примеру, автобусы Мосгортранса, которые, соответственно, двигаются по этим полосам, им не приходит штраф. Какие-то другие транспортные средства, которые их обслуживают и так далее. В этой базе, кстати, и маршрутки. И водителям не нужно доказывать, что они ехали по выделенной полосе с пассажирами, а не в магазин. Скорая помощь почему-то особый случай. Штрафы, впрочем, как правило, отминают. Да и в ГАИ, говорят, постараются не усложнять жизнь медикам. Если на фотоматериале видны проблесковые маячки, это в случаях, когда машина как нарушает скоростной режим, так и двигается по выделенной полосе для общественного транспорта. Такие материалы к рассмотрению не принимаются. Вот только мигалку видно далеко не всегда, когда кадр только до крыши. И водитель скорой помощи должен 10 раз подумать, прежде чем что-то нарушить. Хотя понятно же, кому будет хуже, если она поедет по правилам. Страдают люди. Люди страдают. И страдаем мы, потому что нас наказывают. Потому что мы стараемся людям сделать добро, а получается, что мы нарушители. Казалось бы, в наш век высоких технологий совсем нетрудно узнать, куда именно ехала скорая. И не нужно ждать, пока принтер распечатает фотографию нарушения и квитанции, которые потом отправят по почте, обжалуют, а уж затем примут решение штрафовать или нет. Но это, похоже, вопрос не самого ближайшего будущего. А пока получается проще заранее считать всех виноватыми, а уж потом разбираться. Кирилл Брайнин, Евгений Маруськин, Александр Овшаров, Дмитрий Попков, Андрей Юровский и Александр Гусев. Воскресное время. Первый канал.